Мы продолжаем исследование числовых рядов на сходимость и сегодня мы разберем такую задачу. Исследовать сходимость ряда. 1 разделить на корень квадратный под корнем 1 умножить на 2, плюс 1 разделить на корень квадратный под корнем 2 умножить на 3, плюс 1 разделить на корень квадратный 3 умножить на 4, плюс и так далее. Начнем с того, что найдем формулу общего члена ряда. А n равно. Каждый член ряда представляет собой дробь в числителе которой единица. Так и запишем. Дробь в числителе 1. Для всех членов ряда эта закономерность повторяется. Далее. В знаменателе каждой дроби корень. Перепишем его. Теперь давайте рассмотрим произведение двух сомножителей под корнем. Для начала рассмотрим первый сомножитель. Первый сомножитель представляет собой арифметическую прогрессию. 1, 2, 3 и так далее. Это арифметическая прогрессия, разность которой равна единице. Давайте сразу отдельно я так запишу. Для начала рассмотрим закономерность для первого сомножителя. То есть 1, 2, 3 и так далее. Это арифметическая прогрессия, разность равна единице. Почему? Потому что каждый член последовательности отличается от предыдущего на единицу. D равно единице. И по формуле мы сможем найти, давайте так, bn запишем, b, потому что an мы уже используем обозначение для общего члена ряда. bn равно b1 плюс d умножить на n минус 1. Я прямо здесь продолжу. Значит, вместо b1 мы подставляем первый член арифметической прогрессии. То есть это единица. Плюс d, d равно 1. Значит, получается 1 умножить на n минус 1. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. Получается единица плюс n минус 1. Подобные 1 минус 1 будет 0. Получается n. Таким образом, мы увидели, что на первом месте, то есть первым сомножителем, является номер n. Номер n. Почему? Потому что в зависимости от номера n у нас будет 1, 2, 3 и так далее. То есть множество всех натуральных чисел от единицы до бесконечности. Давайте перейдем к нахождению формулы для второго сомножителя. Что у нас представляет второй сомножитель? 2, 3, 4 и так далее. То есть все видно, что здесь абсолютно та же самая арифметическая прогрессия. Это 2, давайте запишем, 3, 4 и так далее. То есть та же самая арифметическая прогрессия. Разность равна также единице. Почему? Потому что каждый последующий отличается от предыдущего на единицу. И по этой же самой формуле, давайте так, cn запишем. Найдем точно так же. То есть c1 плюс d на n минус 1. Подставляем. Вместо c1 это двойка. Еще у нас получается тогда 2 плюс разность равна единице и n минус 1. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. 2 плюс n минус 1 равно 2 минус 1 будет 1. Получается n плюс 1. Мы с вами нашли второй сомножитель. Формулу для второго сомножителя. Давайте сразу я вот здесь вот ее допишу. То есть n умножить на n плюс 1. Формула общего члена ряда найдена. Вот она эта формула. А n равно вот этой дроби. А теперь вот до сих пор мы с вами использовали необходимый признак сходимости. То есть проверяли его, он не выполнялся, значит ряд расходился. В данном случае нам это не поможет. Вот здесь устно можно увидеть, что предел а n будет равен нулю. Вот посмотрите, если мы находим сейчас предел а n, при n стремящемся к бесконечности, то тогда вот этот знаменатель будет стремиться к бесконечности. А значит единица разделить на бесконечно большое будет бесконечно малое. То есть предел а n равен нулю. То есть в данном случае необходимый признак выполняется. Поэтому мы ничего не можем сказать о сходимости нашего ряда. Таким образом необходимо попробовать применить другие признаки. Так называемые достаточные признаки сходимости. Как, давайте сейчас посмотрим, как вообще можно рассуждать, какой признак в данном случае применить. На самом деле давайте начнем с проверки признака сравнения. С проверки признака сравнения. И посмотрим, можно ли попробовать применить его или нет. Вот всегда нужно грубо сравнить общий член ряда с каким-нибудь похожим на него. Известным нам рядом. С каким-нибудь похожим известным. То есть либо с гармоническим, как я уже говорил вам на одном из прошлых уроков. Либо с геометрической прогрессией. Либо убывающей, либо возрастающей. Посмотрите, что значит грубо сравнить. Вот предположим, мы единицу отбросим. Вот просто ее отсюда уберем. То есть тогда у нас получается n умножить на n. n квадрат, корень из n квадрат это будет n. И у нас тогда получается единица на n. То есть у нас получится с вами после отбрасывания единички гармонический ряд. А это уже своего рода подсказка, что значит нам можно попробовать применить признак сравнения, сравнив данный ряд с гармоническим. Так и сделаем. Давайте запишем гармонический ряд. Давайте я его запишу. Итак, будем сравнивать наш ряд с гармоническим. n от единицы до плюс бесконечности. То есть в данном случае, давайте так, вот это общий член ряда, или, все, я уже записал, давайте так, вот это первый наш ряд, это наш ряд, а вот это наш гармонический, второй ряд. То есть применим признак сравнения для этих двух рядов, про один из которых мы знаем, что он расходится. Вот это гармонический ряд, он у нас расходится. Этот ряд расходится. Что значит второй признак сравнения? Это значит, необходимо найти предел отношения общего члена первого ряда к общему члену второго ряда. А n, например, к bn-ному, n стремится к бесконечности. n стремится к бесконечности. Вот таким образом. И если этот предел существует и равен какой-то константе k не равному нулю, то тогда оба ряда ведут себя одинаково. То есть они либо одновременно сходятся, либо одновременно расходятся. Но так как один из сравниваемых нами рядов расходится, значит, если предел такой будет равен константе в данном случае, то и второй ряд, то есть наш, тоже будет расходиться. Давайте найдем предел отношения общих членов данных рядов. Значит, у нас а n, вот он, да, мы с вами нашли общий член ряда. И общий член ряда гармонического, это вот он у нас. Это не что иное, как, например, bn-ное, да? Ну, например, это bn-ное. Теперь необходимо найти предел отношения, давайте так и запишем, необходимо найти предел отношения, n стремится к бесконечности общего члена нашего и гармонического. Тогда у нас получается следующее. На самом деле нам нет разницы, что на что делить. Ну, давайте, например, вот так, как у нас записано. То есть а n-ное разделить на bn-ное. Перепишем сначала а n-ное. То есть у нас получится единица разделить на корень квадратный n умножить на n плюс 1. Вот такой. Это у нас а n-ное. Теперь мы должны разделить, то есть вот здесь вот надо бы поставить, вот вместо этой дроби, посмотрите, я пишу вот такое деление, да? Почему? Потому что мы сейчас будем делить на дробь, а значит заменять деление умножением. Нам так удобнее. То есть разделить на bn-ное, то есть разделить на вот общий член гармонического ряда. Теперь смотрите, вот это вот деление мы можем заменить умножением и дробь перевернуть. n на единицу. Умножить на n, деленное на единицу. То есть другими словами, посмотрите, что получается. Давайте я теперь вот сразу уже пользуюсь тем, что вот это деление мы заменили, вы уже, я надеюсь, поняли, что мы заменили умножением. И теперь мы просто-напросто умножаем на n нашу эту дробь. Значит у нас тогда получается в числителе вот здесь будет n. Давайте так и запишем. То есть будет n. Теперь необходимо найти вот этот предел. Как найти вот этот предел? Я уже на одном из прошлых уроков вам говорил, что необходимо разделить на наивысшую степень. Заметим, что наивысшая степень это будет n в первой степени. В данном случае, даже если вы не определили степень вот этого знаменателя, все равно можно делить на степень n, на первую степень n, потому что n в первой степени находится в числителе. У нас все равно это приведет к нужному нам результату. Итак, делим на n и числитель, и знаменатель. n стремится к бесконечности. После того, как мы разделим на n на одно и то же число числитель и знаменатель, дробь не изменится, поэтому мы имеем право это сделать. Итак, n разделим на n. Это мы разделили числитель. И теперь вот этот весь знаменатель, корень из n умножить на n плюс 1, мы разделим вот так на n. n равно. Как найти этот предел? Давайте я предел перепишу. n стремится к бесконечности. Дробь. В числителе будет единичка. Теперь посмотрите, что мы делаем. Для того, чтобы найти результат деления в знаменателе, необходимо вот этот в знаменателе n подогнать под корень. То есть, можно представить n как корень из n в квадрате. Поскольку n натуральное число, от единицы до плюс бесконечности, то есть больше нуля. Значит, мы можем представить его как корень из n в квадрате. Ну да, действительно, смотрите, корень из n в квадрате это не что иное, как n. Почему нам так удобно представить это число? Да потому что, если у нас получится корень деленное на корень, то мы можем подогнать это под общий корень. То есть, таким образом, мы n загоняем под корень и у нас тогда получается в знаменателе корень общий разделить на n на n плюс 1 только здесь вот на n в квадрате. То есть, мы n загнали под корень как n в квадрате в знаменателе. То есть, получается корень из n в квадрате и тут корень в числителе. Значит, это будет общий корень. Получается корень из n на n плюс 1 и разделить на n в квадрате. Что в итоге у нас получится? После того, как мы загнали под корень n², мы можем записать следующим образом. В числителе, наверное, придется немного сдвинуть. Итак, смотрите, что получается. У нас получается следующее. Раскрываем скобки под корнем. n² плюс n. И делим, как мы уже выяснили, на n². Почему? Потому что n зайдет под корень, как n². Внесется под корень, как n². Равно. Теперь почленно делим n² на n². Я перепишу сразу предел. n стремится к бесконечности. 1 разделить. n² разделить на n² будет 1. И плюс n разделить на n² получается 1 на n. То есть, почленно поделили каждая слагаемая на n². Ну и теперь переходим к пределу. При n стремящемся к бесконечности, вот эта величина стремится к 0. Получается, тогда у нас 1 плюс 0 будет 1. Получается корень из единицы в знаменателе. Корень из единицы это единица. Получается единица равно. Что мы получили? Мы получили константу, не равную 0, кстати. А это значит, что оба ряда по второму признаку сравнения ведут себя одинаково. Так как один из рядов, сравниваемых нами рядов, расходился, потому что представлял собой бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, то это значит, что и второй ряд тоже расходится. Пишем ответ. Ответ. Изначально наш ряд, то есть так и запишем. Ряд расходится. Расходится. Задача решена.